Здравствуйте! Меня зовут Краснова Марина Александровна, я врач-невролог и расскажу вам сегодня про развитие ребенка с 6-ти месячного возраста. Любопытство – это главная черта гения. И в движении, и в поиске игрушек, и в поиске преодоления препятствий развивается мозг ребенка. Поэтому важно знать, какое нормальное развитие малыша и что он должен уметь в возрасте 6-ти месяцев. Ну, уже сформированы повороты, то есть к 6-ти месяцам ребенок активно поворачивается со спины на живот в обе стороны, из живота на спину. С 5 месяцев ребенок у вас умеет опираться на вытянутые ручки и удерживать свое положение тела в пространстве. При поворотах он может приподнимать один или другой бок. В зависимости от сторонности это может быть преимущественно у правшей правая сторона, которая развивается чуть быстрее, чем левая. При подъеме за ручки у него опять появляется рефлекс опоры. Опора угасла в 3-4 месяца. И теперь снова мы можем наблюдать появление опоры и автоматической ходьбы в 6 месяцев. Только теперь она уже не автоматическая, а осознанная. При подъеме за ручки малыш группируется, то есть поднимает верхний плечевой пояс и голову. И некоторые детки даже могут усидеть при поддержке за ручку, а может быть и самостоятельно, но не все. Сидение формируется в возрасте с 6 до 7 месяцев, поэтому эти сроки очень индивидуальны. Есть дети, которые умеют вставать на четвереньки, раскачиваться в этом возрасте, но ползать начинают в основном с 7 месяцев, после того, как появилась реакция встать на четвереньки и поползти. Большинство же детей в этом возрасте ползают, как бы подползая по-пластунски. Это может быть и вперед, и даже некоторое ползание назад. Но что важно, что малыш уже хорошо может дотянуться до впереди лежащей игрушки и немножечко подползти к ней. В этом возрасте гуление заменяется лепетом, малыш лепечет вовсю, то есть подражая речи взрослых, говорит цепочки из слогов. И это складывается в лепет, который отражает его настроение. Он хорошо различает своих и чужих. И уже на осмотре не всегда улыбается, а иногда и выражает негативные эмоции, протестует, поэтому заранее нужно ребеночка подготовить. То есть прийти в помещение, где будет осматриваться малыш заранее и немножечко провести времени с тестирующим его, осматривающим его лицом, добиться хорошего контакта. Хорошо же ребенок уже откликается и на свое имя. И теперь ему интересно не только потрогать и дотянуться и захватить игрушку и переложить ее из руки в руку, это он уже хорошо научился делать к этому возрасту, но и активно подействовать с этой игрушкой, бросить ее, посмотреть как она упала, постукать игрушкой. Поэтому здесь нам опять же поможет наша деревянная ложка. В этом возрасте, если вам ортопед не давал каких-то противопоказаний, и если у вас узита забедренных суставов нормальная, можно присаживать малыша, можно присаживать себе на коленке, сидя и делая ему упор своим телом под спинку. Можно присаживать в подушечки, можно присаживать в стульчики для кормления. И мы занимаемся имитацией звуков, то есть постучали по ложке, попробовали, чтобы малыш тоже постучал ею в ответ. Можно использовать музыкальные инструменты, то есть пианино выкладываем немножечко впереди, поиграли на нем, пытаемся, чтобы малыш сымитировал и повторил звуки. Слушаем, улыбаемся, комментируем эти звуки своей речью. Далее малыш активно держит бутылочку в руках. То есть здесь можно кружечку-пайлочку давать, здесь можно держать бутылочку с ручками, чтобы он сам приобретал навык кормления. Вот эта помощь, которая раньше осуществлялась, когда он был маленький, теперь обретает для него главное социальное выражение. Поэтому давайте малышу время на самостоятельность. Не подсказывайте за него, не совершайте действия за него, иначе вы убьете его собственное любопытство. А оно должно в этот период активно развиваться. Стучим, трясем игрушкой, изучаем звуки. Опять же нам помогут баночки с различными сыпучими предметами, с металлическими предметами, помогут пальчиковые игры, помогут камушки, которые можно активно перебирать и формировать мелкую моторику рук с помощью крупных камушков, с помощью крупных деталей. Далее, что же мы еще, какие игры мы можем поиграть с ним. Изучаем части тела. Мама наклоняется над ребенком, дает ощупывать. С трех месяцев начинается ощупывание, и здесь мы уже к шести месяцам можем называть. Когда ребенок щупает, мы говорим носик, носик мамы. Показываем на ребенке носик Темы. Мы ощупываем ручки, даем трогать щечки, пальчики, свои губы и называем части тела, комментируя ему то, что он трогает. Дальше еще одним из игр в этот период является игра колобки-пеньки. То есть различные по форме предметы мы можем давать трогать на ощупь и комментировать колобки, пеньки, косы и позволять малышу выбрать, где колобок, а где пенек. Это может быть как при вкладывании, так и если игрушки лежат впереди, лежащего на животе ребенка. Далее, значит, можно поднимать, если он хорошо группируется, его за кольца. Кольца мы вкладываем в ручки ребенка и поднимаем за колечки. Также можно позволять ему висеть на турнике, если есть небольшая перекладинка с поддержкой сзади взрослого. Мы позволяем ему немножечко повисеть, сформировать моторику рук и укрепить свой верхний плечевой пояс и свою спиночку. Дальше мы формируем также навык слушать. Опять же, слушаем различные музыки, различные пения птицы. Теперь уже комментируем. Кошечка мяукает, птичка поет, собачка гавкает. Это важно. Это тот период, когда мы ребенка должны снять с рук. Теперь он у нас находится на коврике. Большой коврик, 2 на 3 метра, постелите ему, желательно, шероховатой поверхностью, чтобы он мог передвигаться. И при малейшем крике, при малейшем зове не следует сразу бежать к малышу, не балуйте его. Послушайте, что нужно ему. И важно поддержать своим голосом. То есть вы можете говорить, слышу, слышу, иду, иду, но сразу ребенка на руки не брать. Можно поиграть в такую игру. Позвать к себе, иди, иди ко мне. И другой родитель может сделать упор под пяточки и добиться того, что ребеночек к вам подползает. Это будет стимуляция ползания. Кроме того, если малыш еще не ползает, стимулировать ползание можно упражнением на фитболе или на дутом мячике. Когда ребеночку делаем упор под животик мячиком и позволяем ему передвигаться, передвигаясь ручками. Мячик поддерживает животик, и таким образом достигается ползания на четвереньках. Присаживать можно. Много вопросов связано с этим. Присаживать можно. В этот период не нравится малышу лежать, а еще движение не позволяет сразу ползти. Поэтому он может подпрыгивать, подвставать, и нужно немножко ему помочь вертикализоваться. Также можно присаживать путем того, что спинку в коляске немножко поднимать, полуприсед делать положение. Можно также присаживать в специальном креселке. То есть здесь вертикализация способствует ему дальнейшему развитию. Важно помнить, что движение – залог успешного преодоления трудностей в будущем. Поэтому развивайте малыша, не берите часто на руки его. Позволяйте ему добиться своего результата. И тогда он выйдет победителем. Спасибо вам за внимание. Следующая лекция будет посвящена развитию ребенка в возрасте 9 месяцев.